МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Значит, первое здесь помещение, это у нас складское помещение, обменный фонд, который у нас есть, то есть оборудование, какое-то рукава и все остальное, то есть резервное. Это стеллажи для боевой одежды, которые они по тревоге, ну мы посмотрим, сделаем тревогу, по тревоге они, значит, одевают и на выезд. Время выезда не более одной минуты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В отдаленных населенных пунктах Приморье открывают пожарные посты. Один из них появился в селе Новокачалинске Ханкайского округа. Строительство велось на средства краевого бюджета по поручению главы региона Олега Кожемяка. На дежурство поочередно заступают 4 караула по 4 человека каждый. Приобретено два новых Урала, готовых выехать в любой момент. Емкость воды здесь 6 кубов, это 6 тысяч литров, практически такие небольшие водоемы на колесах. Соответственно, все новое оборудование, это и новые рукава, стволы-распылители. Оборудуются у нас также пилами, вот хусварно, видите, для того, чтобы, если где-то есть, необходимо, дерево упало для проезда на пожар, чтобы они могли отпилить, проезд освободить. Ну и где-то, может быть, в самом тушении дома, при тушении дома, а также при аварийно-спасательных работах, когда они проводят спасение людей и при наводнениях, и при снегопадах, где необходимо данную технику провести, они ее используют. Значит, бензорез, дисковая пила, которая также какие-то металлические могут быть, там, отпилить, распилить, тоже все это используется для именно работы при пожарах. Ну и, соответственно, здесь кабина боевого расчета. Вот сейчас мы, как только они сдадут у нас на газодымозащитную службу, это дополнительное обучение пройдут, у них появятся аппараты СИЗОТ, в которых они могут в зону задымления заходить, уже защищая органы дыхания. Это ГАСИ, гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Там, где необходимо вскрыть двери металлические, сейчас мы все знаем, поэтому используется вот этот гидравлический аварийный инструмент. Ну, соответственно, огнетушители используются там, где-то для тушения могут пожаров на дорогах, когда загорается автомобиль, ну и также могут и для тушения пожаров первичные меры, так сказать, пожарный безопасный. Шансовый так называемый инструмент, то есть где-то можно быть землей затушить, где-то потушить колонки для забора воды на гидрантах, то есть устанавливаются колонки, ну и, соответственно, багры, ломы для того, чтобы можно было, так, шансовый инструмент подспорья при тушении, разборе конструкции, при тушении пожаров. Значит, насосное отделение. Здесь водитель. Вот самый рабочий аппарат, откуда подается вода. Значит, водитель начинает оттуда с помощью отбора мощности коробки дает сюда и начинает подавать воду. Налево-направо может подать воду в магистральную линию. Порядок такой, что при следовании с места пожара машина должна быть уже полностью заправлена водой и здесь она стоит полностью заправлена. Почему? Потому что при следовании с одного пожара машина может тут же быть перенаправлена на другой пожар. Ну и чтобы не было так, как в народе говорят, без воды приехали, такого у нас никогда в практике нет. Машина всегда заправлена водой. А забирают воду чаще откуда? Значит, либо забирают с гидрантов, либо забирают с открытых водоемов, либо с закрытых водоемов. В зависимости от того, где приспособлен забор. Но, еще раз говорю, с пожара следуя на ближайшем водоисточнике машина должна полностью заправиться водой. И сегодня еще у нас мы по распоряжению губернатора приобретено еще один автомобиль-фермер, который оборудован вот у нас в воздуходувке, есть мотопомпой, значит, и для тушения именно ландшафтных пожаров. Иногда бывает, что пожарную большую цистерну не влез нигде и проехать нет, и она достаточно емко, а мы сюда садим сразу боевой расчет 5 человек, значит, 4 воздуходувки водитель и тушим ландшафтные пожары. Основная задача пожарной охраны нашей – это защита населенных пунктов от ландшафтных пожаров. Вот, в принципе, значит, оборудование, которое у нас есть и стоит на вооружении. А как Вы считаете, насколько необходим был здесь новый автопарк? Я сразу хочу сказать, что при встрече губернатора с населением, он дал конкретно, они говорят, все-таки 51 километр. Это в пределах одного часа прибытие пожарных подразделений сюда, в камень рыболова, приведет к чему? Приведет к тому, что дом сгорит полностью. А не дай Бог переброска на другие дома. Или здесь буквально за 5 минут пожарное подразделение в Новокачалинске будет. Так при этом Новокачалинск, как мы уже с Вами говорили, защищает еще 6 населенных пунктов. То есть время прибытия к ним сокращается и меньше 20 минут. Что такое свободное горение больше часа? Это понятно, что все выгорает полностью. Поэтому и было принято решение по обращению жителей к губернатору. Губернатор прямо в протоколе сказал, быть здесь в пожарном депо. Оно есть. Служба организованная. Вот территория. Там будут находиться две игровые площадки. Качели и спортивная площадка для детей. Здесь будет установлена бельевая площадка. И далее там будет установлена площадка для личного транспорта жителей. А вот как сам проект готовили? С жителями, возможно, обсуждали? Да. Наши жители неоднократно приходили и в администрацию. Это говорит о том, что они очень ждали этого ремонта. Беседовали с главой, замглавы. Вносили свои рекомендации. И в конечном итоге вот так сложилось, что мы создали вот такой план работы на этой придомовой территории. В Ханкайском муниципальном округе стартовали работы по благоустройству. В этом году, благодаря региональной программе «Тысяча дворов», а также конкурсу «Молодежное бюджетирование» и «Твой проект» преобразятся несколько территорий. Так, по программе «Тысяча дворов» будут обновлены дворовые территории многоквартирных домов номер 27 по улице Кирова, номер 338 в бывшем военном городке и номер 3 по улице 50 лет в ЛКСМ. Завершить благоустройство планируется до 1 июля текущего года. В общей сложности на эти цели из краевого бюджета выделено почти 11 миллионов рублей. Мы давно мечтали сделать ремонт этой придомовой территории, потому что ни одного ремонта не было сделано со дня сдачи дома в эксплуатацию. Уже требовался ремонт. Благодаря программе, которая работает успешно в сегодняшний момент под руководством губернатора Олега Николаевича Кожемяка «Тысяча дворов», мы сумели наконец-то свои мечты осуществить. Мы смогли попасть в эту программу, прошел конкурс, определен подрядчик, этапность работы и стоимость работы. И вот на данный момент эти работы ведутся. А насколько тяжело или просто было попасть в программу? Ну, в программу было попасть, конечно, тяжеловато. Мы очень рады, что мы в нее попали, потому что у нас 94 придомовых территории в округе, из них 36 уже оборудованы, приведены в порядок. И вот в настоящий момент ведутся еще по этой программе ремонтные работы здесь. Работы ведутся успешно. Работы ведутся в три этапа. Сейчас мы на втором этапе работ. Установка бордюрного камня. В дальнейшем будет проводиться асфальтирование и благоустройство детской площадки, бельевой площадки и площадки для личного транспорта. Как Вы считаете, насколько необходимо было благоустройство именно на этой территории? Это благоустройство было необходимо еще вчера, как говорят. И мы очень рады, что наконец-то этот дом. Мы несколько лет ждали, чтобы мы попали в эту программу. И наконец-то вот мы попали, мы очень рады. А как относятся местные жители дома, что здесь идет благоустройство? Ну, сказать, что они просто радуются, это ничего не сказать. Все очень довольные. Все находятся, как сказать, не в приподнятом настроении, но в таком ожидании, что наконец-то выдохнули. Вот мы будем жить в нормальных, благоустройной территории. Редактор субтитров А.Семкин В этом году в Ханкайской центральной районной больнице отремонтируют кровлю главного корпуса и фасад здания. Работы будут проведены по нацпроекту. Также планируется привести в порядок четыре фельдшерско-кушерских пункта в селах Новокачалинск, Владимира Петровка и Тури Роб. Работы проводятся по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В общей сложности на эти цели с федерального и краевого бюджетов выделено более 41 миллиона рублей. Благоустройство здесь было очень сильно необходимо. По стационарному корпусу крыша протекала у нас в четырех местах. Было затопление кабинетов, комнаты отдыха матери и ребенка в детском отделении стационара. Конечно, все это ведет к порче имущества, к порче помещений и потом влечет за собой еще более глобальные строительные мероприятия. В этом году у нас также произведена и установлена новая система пожарной безопасности по всему стационарному корпусу и эмбулаторно-поликлиническому подразделению. И в конце августа мы завершим благоустройство территории. У нас будет установлено по периметру новое ограждение. Своими силами мы пытались заменить, среконструировать все, что можно было возможно. Но сейчас мы это все облагородим и приведем надлежащий, красивый, качественный вид для того, чтобы нашим посетителям было приятно находиться у нас на территории. А когда начались работы и когда планируется закончить? Работы мы начали с января 2024 года. Все строительные работы по объектам, на которые у нас было выделено финансирование, мы планируем завершить к 31 августа 2024 года. А сам проект по ремонту вы готовили или как-то совместно? Всем ли довольны? Проект по ремонту у нас была совместная работа с организацией, которая изготавливала нам проект смертную документацию. По фасаду, цветовую палитру, материалы, все это мы оговаривали. В рамках контрактов, техническое задание, мы прописывали то, что нужно нам, а участники, которые выходили и выиграли аукционы, просто ознакомливались. Где-то какие-то замены, которые мы считали необходимы, в рамках дополнительного соглашения мы вносили уже по факту вышедших строителей на объекты. А как работает подрядчик? Подрядчиками довольны, замечаний у нас нет, работу они выполняют срок, пока у нас все хорошо. А как обстоят дела с кадрами? На сегодняшний день ощущаем, так скажем, нехватку и ждем таких специалистов, как врача-терапевта и врача-педиатра на амбулаторно-поликлиническое подразделение. Но в данный момент острого дефицита мы не чувствуем, так как на виды работ определили и приняли фельдшеров, которые могут оказывать лечебно-диагностические мероприятия. А как считаете, после ремонта станет ли местным протяжением это для нового персонала? Я думаю, что станет, потому как создать комфортные, хорошие условия труда, это первая задача руководителя, для того, чтобы обеспечить специалистов всем необходимым, надлежащим. Когда они приезжают и видят, что здание не в полуразрушенном состоянии, а что идут работы, что идет покупка нового оборудования, что мы активно занимаемся поиском привлечения молодых специалистов. Тем более, что сейчас, с этого года, медицинские работники, которые переезжают работать на территорию отдаленных от городов, да, это в поселке городского типа, в села, получают достойные выплаты стимулирующего характера. Поэтому мы ожидаем, что пополнение в наших рядах среди медицинских работников будет. Продолжение следует...